Первая неделя дистанционного обучения прошла, немножко болят глаза, но ничего. Всем привет! Я Ника Норова Ирина Васильевна, учителя русского языка и литературы Майинской средней общеобразовательной школы имени Владимира Петровича Ларионова. И я учитель-блогер. Как заинтересовать школьников, как наладить с ними эффективное сотрудничество и не выиграть профессии? И сегодня я хочу с вами поделиться маленькими приемчиками, прочими хитростями, которые реально работают и приносят пользу, мотивируя детей к учебе. Я приглашаю вас на свою страницу в инстаграм. Это мой дневник, моя жизнь учителя, учительские будни, сборник моих лайфхаков. Итак, поехали! Как вы заметили, мне очень нравится юмор. Я считаю, что юмор учителя нужен. Согласитесь, что чувство юмора у учителя это замечательная черта, которая влияет на мотивацию учеников. На уроки такому преподавателю ты бежишь с удовольствием. На моей странице можно увидеть с моей смешной войны шутки моих учеников, видео за кадром. Вот, например, видео за кадром. Литература очень сложная дисциплина. Современные дети не любят читать, поэтому очень важно выразить интерес к автору и его творчеству. Сухое и лаконичное изложение фактов, конечно, нежелательно, ведь именно эта встреча с писателем должна подготовить эмоциональное восприятие художественного текста. Следующий лайфхак называется «Только интересные факты из жизни писателя». Ученики изучают биографию писателя, выбирают несколько интересных фактов, и при проверке заданий ученик не должен повторять информацию предыдущего ученика. Давайте посмотрим интересные факты из жизни писателя. Следующий мой лайфхак называется «Мнемотехника». Я считаю, что заучивание стихов – это своеобразная и очень интенсивная полезная гимнастика для музыка. Развивает память и внимание. Дети, которые знают много стихов наизусть, они, как правило, вообще обладают высоким интеллектом. Чтобы процесс заучивания стихов приносил радость и удовлетворение детям, на помощь я им даю приему мемотехники, которые помогают предельно повысить запоминание, сохранение и воспроизведение художественного текста. Перед вами Скрябин Вася. Я хочу выучить наизусть. И он называется «Первые буквы». Прочитав и немножко запомнив стихов вталение, я написываю первые буквы каждого слова. И просто смотря на эти буквы, включился повторение. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как немалетное видение, как гений чистой красоты. Потом через некоторое время оставляю только первые буквы в строке. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как немалетное видение, как гений чистой красоты. Спасибо за внимание. Следующий лайфхак, с которым я хочу с вами поделиться, называется «Веселый способ развития речи». Это скороговорки. Это короткие фразы или целые предложения, построенные на сложных сочетаниях согласных и гласных звуков. Поэтому их регулярное произношение помогает отрабатывать четкость речи. Они исправляют нашу дикцию. Итак, одним словом, мой инстаграм – это мой педагогический лайфхак. Я люблю свою работу и хочу о ней говорить всему миру. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.